Сегодня речь пойдет о карахинного дерева в разрезе коронавируса. Чрезвычайно важная вещь, потому что новые вспышки происходят в Китае. И ситуация приближается к тому, что это состояние коронавирусное еще недолго закончится. Судя по всему, им нужны действительно какие-то меры. Пока нет действующего, эффективного синтетического лекарственного препарата. Поэтому необходимо какие-то профилактические меры предпринимать. Почему карахиновое дерево? Давайте посмотрим на химическую структуру. Хлорохина это препарат, который противомалерийный и синтетический. Это не просто препарат. Он стоит в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции. То есть официально признанный препарат хлорохина. И хинин, то есть это алкалоид из коры хинного дерева. Естественная молекула, природное соединение. Которое является аналогом хлорохина. Вот это синтетического препарата. А хинин это природное вещество. Их объединяет хинолиновый фрагмент. Но казалось бы, зачем тогда нужна карахинное дерево, если есть хлорохин. Синтетический препарат. А загвоздка состоит в том, что у хлорохина очень сильные, выреженные побочные эффекты в виде кардиотоксичности. Кардиотоксичность это повреждение ткани сердечной мышцы. Поэтому хинин, это натуральное, естественное вещество. Оно не имеет таких побочных эффектов. В том-то и смысл, что для профилактики, для предотвращения, конечно, необходимы вещества, которые не обладают сильными, ядовитыми, токсичными эффектами. И этим претендентом с полным правом, с абсолютно полным правом является карахинное дерево. Совершенно она и по цене не особо дорогая, и по своему механизму действия изучена, о чем я сегодня буду говорить. Давайте я еще расскажу про 5, даже про 7 пунктов сегодняшнего такого видео. Потому что в виде будет долгим, достаточно длинным и достаточно насыщенным по информации. Поэтому я перечислю, а вы решите для себя, стоит вам смотреть интересно, неинтересно. Также я поставлю тайм-код, чтобы вы могли переключать это быстрее. Итак, основные темы. Первое. Почему кора хинного дерева подходит для профилактики коронавирусной инфекции? Второе. Алкогольные напитки из хинного дерева. Германия, Франция, Россия. Я приведу исторические примеры и то, что существует в настоящее время. Хинная водка, дюбуне, пекон и бир. Третье. Показания и отличия натурального алкалоида хины и хлорохина. Синтетического препарата, как я уже сказал. Именно в отношении кардиотоксичности. Потому что синтетический препарат и натуральный действуют на сердечную мышцу совершенно противоположно. Четвертое. Это дополнительные показания для использования коры хинного дерева. Которые мало где сейчас упомянулись. Упомянуты. Мало где упомянуты. Но они действительно показывают весь механизм действия коры хинного действия. Это для лечения сифилеса и для лечения абстинентного синдрома. Четвертое. Я расскажу про Швепс. Историю возникновения. Что это за напиток изначально был. Сейчас, конечно, уже это не совсем то, что было в начале возникновения Швепс. Пятое. Это рекомендации Минздрава по лечению коронавируса противомалярийными препаратами. Шестое. Это устойчивость к синтетическим противомалярийным препаратам. В том числе, это устойчивость, может быть, и к хлорохину. То есть, препарату, рекомендованным Минздравом. И седьмое. Я перечислю лекарственной формой корохинного дерева. Который есть в виде биологически активных добавок. Которые есть в продаже. В России нет пока таких готовых препаратов. Собственно, я готовлю форму в виде глицерата. Это такая интересная форма. Потому что глицерин способен консервировать полезные вещества из коры хинного дерева. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, хинное дерево. Это род растений, родина которых горный леса Ант. Лекарственное сырье. Это высушенная кора со стволов, ветвей и корней некоторых видов этих деревьев. То есть, это не все деревья подряд. Не все деревья хинного дерева. А их определенные виды. Итак, родина хинного дерева. Это Эквадор и северная часть Перу. Тропические районы Южной Америки. То есть, изначально там все это было. И исторический контекст сложился так, что кору хинного дерева, вообще хинное дерево, стали перевозить из Эквадора, из Южной Америки, англичане в другие места. И они сделали, в частности, плантации в Индии. И получается, что после того, как они перевезли, хинное дерево стало теперь составной частью Эвермеды. То есть, если до этого это просто было Южная Америка, никто особо не знал об этом растении. Но когда понадобилось англичанам для проведения своих операций по захвату новых колоний, новых территорий. Соответственно, потребность в коре хинного дерева увеличилась просто в разы. И оно стало еще и в состав аюрмедической продукции как бы входить. Следующее. Хинная настойка Бир. Встала после того, как обнаружилось, что хинное дерево, да, оно помогает для лечения малярии. Но стала задача, как сделать этот препарат пригодным для повседневного регулярного применения. Потому что это необычайная горечь, кора хинного дерева. Это очень горькое вещество. И поэтому необходимо было дать ему какую-то определенную форму. Форму какую? Конечно же, спиртового напитка, либо настойки, либо вермута в данном случае. Точнее, аперитив. И поэтому была придумана хинная настойка Бир, аперитив. Для того, чтобы скрасить всю эту неприятность применения хинной, коры хинного дерева. И получилась отличная такая вот аперитив. В принципе, который и сейчас тоже производится. Посмотрим, да, на нем написано Бир Гранд Кинкина. Название, да, вот этого продукта. Почему я именно, начиная, казалось бы, с алкогольных напитков? Моя задача также показать, что вот эти кара хинного дерева, это не ядовитое вещество. Его можно добавлять в напитки спиртовые. Более того, получился особый вкус у этих спиртовых напитков. В данном случае у вермута. То есть, удалась эта попытка сделать лечение вкусным, приятным и хорошим. Я отнюдь не призываю к тому, чтобы как-то злоупотреблять спиртом ни в коем случае. Но именно в плане лечения это отличное средство. Дюбоне это следующая спиртовая форма, скажем так, настойки карахинного дерева. Дюбоне известный аперитив до сих пор во Франции, который изготавливается на основе вина вместе с хинином. Сейчас это наиболее популярный и востребованный винный аперитив в мире, который особенно ценится среди членов британской королевской семьи. Естественно, такой круг людей не будет употреблять все подряд. Это говорит о статусности напитка и говорит о его пользе. Соответственно, мы понимаем, что польза здесь есть. Этот изысканный ликер появился на свет в столице Франции в 1846 году. И так далее. Я думаю, вы сами можете остановить презентацию, в смысле видеоряд и прочитать далее. Кто был создателем, какие задачи ставились для того, чтобы этот напиток появился. Итак, запомнили. Дюбоне. Следующий. Биттер Амер Пикон. Тоже он сейчас используется. Его можно заказать. Он в свободном доступе и доставляется в Россию. Никаких абсолютно в этом плане проблем нет. Это сладко-горький биттер. То есть биттер это горечь, которая улучшает пищеварение. Улучшает, стимулирует аппетит. И сюда входит карахинного дерева. Собственно, мы на этикетке это и видим. Следующий напиток. Но этот напиток уже имеет историческую некую роль. Это эхинная водка, которая в царские времена использовалась очень широко. Чрезвычайно широко, потому что вот такой необыкновенный вкус. В принципе, я не думаю, что в царской России была проблема, там как-то уж малярия особая. В принципе, тут, наверное, вкусовые какие-то качества вот этой водки были больше, чем ее там лечебное качество. Однако, я считаю, что, конечно, в профилактических целях как-то надо восстанавливать эти знания, этот механизм получения вот этой хинной водки в настоящих наших реалиях, в условиях. Итак, водку из хины передается почти 30 алкалоидов полезных. Он улучшает и пищеварение, выделение желудочного сока и переваривание пищи. Водка исчезла из России без остатка, когда пришла революция и она, соответственно, исчезла. Вот это, собственно говоря, историческую роль неким имеют вот эти факты. И теперь я перечислю основные показания коры хинного дерева. Конечно, всем известно, зачем необходима эта кора. Для того, чтобы снижать высокую температуру при лихорадочных заболеваниях. Известно, что коронавирус вызывает действительно высокую температуру, по сути дела, лихорадку. Интересно, что имеется некая параллель, некая связь вот этого вируса, коронавируса и малярийного плазмодия. Казалось бы, они имеют мало что общего. Но вот этот механизм повышения температуры, избыточного, оно снимается с помощью хинина. Итак, второй пункт пользы этого коры хинного дерева. Он спасает от различных отходников после кокаина, амфетамина, продажительного запоя. То есть, от всевозможных стимуляторов. То есть, он действует как своеобразное средство детоксикации. Это необычное средство, потому что мы сравним с хлорохином, синтетическим препаратом, который является, по сути дела, ядом на основе коры хинного дерева. Вот какая разница, какое различие между натуральным средством и синтетическим. Вы можете это прочувствовать из этого доклада небольшого, из этого поста. Третье. Как хинин воздействует на сердечную мышцу. Чрезвычайно важно, потому что хлорохин, синтетическое вещество, признанное Минздравом, рекомендованное Минздравом, вызывает кардиотоксичность и нарушение ритма. Поэтому нужно принимать хлорохин под наблюдение врача-кардиолога в отделении интенсивной реанимации. Хинин же, он понижает возбудимые сердечные мышцы. То есть, у него совершенно противоположные действия. Это уникально, потому что в 19-й век, в 18-й век Англия, конечно, много алкоголиков, много алкоголизма, кокаина, плохого джина. Все это низкокачественное. Следовательно, сколько много осложнений и вреда. Но этот хинин, именно натуральное вещество, естественное вещество, помогало снять эту остую кардиотоксичность. Это уникальное средство. Действительно удивительно. Четвертый пункт. Во Вьетнаме тоникс хины официально даже был введен в армию США, как средство для превращения абстинентного синдрома при наркомании. И пятое, это средство для лечения сифилиса. Почему? Собственно, вот такое объяснение. Заражали сначала малярией для того, чтобы были вот эти гектические, вот эта лихорадка с сильным подъемом температуры и опусканием. То есть, это изматывающая лихорадка с подъемом температуры и опусканием. И вот это повышение температуры помогало, как побочный эффект, справляться также и с сифилисом. Потому что сифилис – это, понятно, бледная спирохета, возбудитель. Если она течет в организме скрыто, латентно, то нужно подхлестнуть воспалительные процессы для того, чтобы активировать воспаление, для того, чтобы справиться и с сифилисом. Ну, конечно, это историческое уже имеет значение, но сам механизм достаточно интересен. И, соответственно, использовали хенин, и человек попроявлялся и от сифилиса, и от малярии. Вот, как бы, двойная польза была. Так, сейчас перейдем к такому известному всего напитку – швепс. Вот, мы читаем на самой этикетке хенин, да, хенин, то, что содержит, по идее, должен содержать это. Изначально так и было, с 1783 год, этот год, когда он был изобретен и введен в широкую, так сказать, практику, как напиток. Итак, классический вариант – швепс Тоник Уорнер с содержанием хенина, появился в колониальной Индии и использовался в лечении болотной лихорадки. Опять же, цель совершенно определённая – сделать вот этот горький, неприятный напиток из хины, да, сделать его каким-то, ну, чтобы человек мог принимать эти дозы хины постоянно в виде тоника. Поэтому уменьшался вот этот горький вкус чистой хины воды, и люди могли и пользу получать, и лечиться, и приятно, в принципе, да, этот напиток принимать. И этот напиток, он остался, как бы, он, как бы, для лечения изначально был, но потом он остался, и в историческом, и все знаем его до сих пор. Однако, конечно, надо сказать, что сейчас надеяться на то, что в швепсе находятся нужные и достаточные дозы хинина, да, и абсолютно это наивные такие убеждения, потому что никто не положит достаточного количества. Да, там будет нарисовано, что вот хинин, но сколько его там, я думаю, что это только на названии есть хинина, а там внутри, может быть, несколько грамм, хорошо, если несколько, может быть, миллиграмм или какие-то следовые количества там содержатся. Поэтому в целях профилактики и в настоящих условиях, надеяться на швепс не приходится. Нужны, как я считаю, просто нормальная настойка из хины, да, которая, или глицераты, интересная новая форма консервирования лекарственных трав. Итак, следующее, я перейду к той таблице, которая, собственно, рекомендована Минздравом, для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Итак, я перечислю еще раз, какие есть преимущества у коры хинного дерева. Это так просто, ну, понять, может быть, не так много информации есть на телеэкране, как лечить, как профилактировать. Почему-то вот эта самая ценная, самая интересная информация куда-то исчезает за какими-то новостными, так сказать, за новостями другими. Почему, непонятно. Это же, ну, элементарно понимать, что есть такой средство, оно может помогать. Почему не изучить это? Почему не провести исследование? Я не понимаю. Ладно, давайте перечислим, какие преимущества есть. Натуральные алкалоиды из коры хинного дерева не обладают токсичностью высокой, в отличие от синтетических препаратов. А это что значит? Значит, это очень важный вывод, то, что можно применять в целях профилактики, как я уже говорил, и в напитках, и в алкогольные, да, алкогольные всякие напитки. Это можно все использовать, совершенно, так сказать, конечно, не надо эти дозы превышать, потому что, конечно, и у натурального средства может быть превышение доз, и может быть отравление, если мы превышаем дозу. Итак, второй важный пункт. Алкалоиды коры хинного дерева могут использоваться в профилактических целях при коронавирусной инфекции. По крайней мере, вот изучать такую возможность, делать наблюдение, потому что это безопасно, да, смотреть, статистически обработать эту информацию, почему нет? Я бы только смотрел на это положительно. Однако, все клинические исследования посвящены только синтетическому хлорохину и другим производным вот этого вещества. Только синтетику изучают. Никто не будет натуральные средства изучать, потому что их так не продашь, они слишком дешевые, да, и не профилактические. Это не особо выгодно. Лучше уже лечить развернутые, тратить деньги, как бы, вкладывать в это. Ну, вы поняли, да? Итак, давайте перечислим рекомендованные препараты синтетические. Это гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин. Основные побочные эффекты. Нарушение сна, анрексия, тромбоцитопения, головная боль. И с осторожностью у пациентов с удлиненным интервалом КУТЭ может вызывать нарушение сердечного ритма. Это просто букет противопоказаний у синтетического препарата против коронавируса. И в то же время у натуральных средств, наоборот, защита миокарда от повреждающих токсических веществ. Это огромная разница. Ну, и дальше информация более интересна для врачей. Азитромицин, остальные лекарства нас не особо интересуют. Итак, конечно, есть и у коры хинного дерева побочные эффекты. Это никто не исключает. Но, чтобы их побочные эффекты вызвать, эти дозы должны быть уже совершенно большие. Никто такие дозы и принять за один раз не сможет. Никакой человек. Поэтому важно соблюдать дозировку. Итак, третий пункт еще очень важный. Что в Африке от малярии с 90-х годов снова начали использовать натуральные экстракты корыхинного дерева. Почему? Потому что мало того, что у синтетических препаратов токсичность большая. Но еще маляриин, этот плазмодий, он становится устойчивым к хлорохину с течением времени. Так же, как и сейчас. Основная проблема – это антибиотикорезистентность. То есть, устойчивость микроорганизмов к антибиотикам. И то же самое касается и хлорохина. А что, собственно, какой вывод из этого можно сделать? А такое, что, применяя хлорохин для лечения коронавирусной инфекции, применяя хлорохин, через какое-то время наступит такой период, когда уже этот вирус будет устойчивость к синтетическим препаратам хлорохину, гидроксихлорохину и так далее. И что тогда делать? И в этом случае опять, естественно, натуральные алкалоиды из самой коры этого дерева, они снова будут пригождаться, снова будут актуальны их применения. Поэтому даже в отношении малярии применяются естественные препараты из коры хинового дерева, чтобы как-то уйти от антибиотикорезистентности. Следующее, да, я об этом уже сказал, что коронавирус может проявлять высокую устойчивость и к синтетическим противомалярийным препаратам. И тогда единственная альтернатива, это снова кора хинного дерева. То есть как бы ни крутит, но получается, что вот эти естественные натуральные экстракты, они гораздо круче действуют и безопаснее, чем синтетика. Вы все прекрасно сами видите. Итак, сейчас поговорим о натуральных препаратах, которые сделаны из коры хинового дерева. Это вот компания, это уже американская. Здесь, в этом биологически активной добавке цельный порошок травы используется. Также вполне возможны спиртовые настойки коры хинового дерева. Помните, да, что была хиновая водка в царские времена, следовательно, алкалоиды неплохо достаточно раствораются в спиртах. И может быть молотый порошок, капсулы, могут быть экстракты. Разные формы, абсолютно. Производители тоже абсолютно разные. Я не призываю какому-то одному производителю, потому что их много. Все они... Кто-то делает хорошо, кто-то мухлюет, это понятно. И как-то надо ловить более качественные и отсоединять их от низкокачественных. Это работа достаточно тяжелая и непростая. Следующий препарат, это сочетанный препарат, очень интересный. Здесь находится помимо самого хинина, натурального алкалоида коры хинового дерева, еще и кора ивы. Вполне обоснованная формула, потому что в коре ивы находятся салицилаты, они снимают высокую температуру. У них есть антипериотическое действие, снижает температуру, противовоспалительное действие и дезагрегантное. То есть немножко есть разжижение крови. Вот это неплохой препарат. Мне понравилось то, что здесь грамотно есть сочетание, здесь стандартизация есть по салицину, то есть по натуральным дериватам или, как лучше сказать, не дериватам, а производным салициловой кислоты. То есть это вполне себе хороший препарат. Есть и другие, конечно, есть и много других. И спиртовые формулы, и глицераты, много других. И я сам, конечно, готовлю для себя глицераты. И советую вам тоже присмотреться. Вот что я могу сказать по кариохинного дерева. Как оно необходима. Вы увидели, какая разница есть между синтетическим и натуральным. Оставляйте свои комментарии, поддерживайте мой видеоканал и мои усилия по донесению действительно важной информации. Тернифе лайком и комментарии. Может быть, вы слышали, где-то о кариохинного дерева попадалось. Я знаю, что, кстати говоря, в новостях, вот я краем уха слышал, что говорили о швепсе. Вот швепс, он как-то может помочь, якобы для профилактики коронавирусной инфекции. Ну, ничего подобного, как я уже сказал, что там добавлять слишком мало действующих этих веществ. То есть сам напиток неплохой, но, поскольку производитель не хочет тратиться, он добавляет все меньше, меньше, меньше вот этих полезных веществ. На этом все. Всем счастливо. И в следующих новостях и в следующих постах я буду говорить о рекомендациях Минздрава по поводу лечения коронавирусной инфекции в части профилактики. Потому что почему-то очень мало информации, а как проводить профилактику. Потому что перчатки и маски, это все, конечно, вы понимаете, что это все ерунда. Если попадает вирус на подверженный, как бы, она ослабленная организм, то ему не составит особого труда и обойти эту маску, и перчатку, попасть, и чтобы развивалась болезнь. Поэтому защита абсолютно должна быть другая. И защита состоит именно в профилактике. Ну вот такая идея. Ну все. Счастливо.